всем привет сегодня мы с вами рассмотрим сделаем небольшой обзор на наушники ю джейс очень много было комментариев к моему видео о распаковке на данные наушники как положительные так и отрицательные но конечно же это было видео не обзор давайте сегодня поговорим именно об обзоре ну что хочу во первых сказать данные наушники у меня уже в пользование более двух лет я сейчас постараюсь говорить не буду держать микрофон постараюсь говорить просто на камеру надеюсь будет меня слышно и так что же хочу сказать про эти наушники выполнены выполнен вот этот обод из кожзама вы можете видеть что он очень гладенький надеюсь камера сейчас очень хорошо передает и снаружи и внутри вы можете видеть за счет этого они очень плотно сидят на голове соответственно сами ушки сделаны из кожзама по всему периметру и хочу обратить ваше внимание что данные наушники да они крутятся в разные стороны для вашего удобства также здесь есть регулировка вот таким вот образом простенько это все делается съезжается отъезжается и фиксируется в разные стороны а также хочу что сказать данным наушником прилагается два провода это провод юсби микро юсби который можно подключить к компьютеру немножко тут все завязалось который можно подключить соответственно к компьютеру и поставить на зарядку данные наушники также если у вас есть переходничок да если вы допустим находитесь где-то в отпуске вы можете вставить данный провод в штепсель и соответственно поставить заряжаться их в розетку время зарядки данных наушников составляет до четырех часов у меня конечно же через компьютер заряжается они быстрее и также есть второе провод который идет также в наборе это провод 0 . . 14 метров который идет с двумя такими пазами 3 5 миллиметра для подключения к компьютеру у меня одна девушка спрашивала видео к распаковке о том что какое звучание вот в этих наушниках дан если мы слушаем именно их через музыку через компьютер вот благодаря этому проводу звучание абсолютно не меняется то есть то же самое звучание идет и через bluetooth и через данный разъем 3 5 миллиметров соответственно как вы понимаете все зависит от качества музыки которую вы слушаете если музыка качественная если там содержится музыка разная бывает с разными расширениями как вы сами понимаете качественное и некачественное от этого естественно будет зависеть и звучание в данных наушниках и так мы с вами продолжаем тестировать данные наушники значит мы с вами остановились на том что у нас провод подключается до компьютеру надеюсь меня сейчас идеально все-таки слышно провод подключается к компьютеру и данное звучание такое же как через bluetooth и что же я хочу сказать вообще про эти наушники так как я занимаюсь не только спортом но я в принципе эти наушники использую и в обычной городской среде езжу на велосипеде играю в баскетбол гуляю встречаюсь в офис хожу на различные мероприятия они всегда со мной они очень удобно одевается хочу вам показать вот пожалуйста да вот вам аксессуар поди плохо да ну смотрите она смотрите это просто идеальное сочетание а также хочу сказать немножко про ношение данных наушников для тех людей кто носит очки постоянно или такие же солнечные как и у меня сейчас есть ну а что же я хочу вам рассказать во первых как мы уже с вами поняли здесь все очень хорошо открывается на закругляется очки не очки кстати говоря не наушники абсолютно не спадают я всегда поправляю наушнички очки чтобы если что я смогла спокойно их снять до чтобы мне было удобно соответственно я просто вот такими вот движениями фиксирую наушники и мы с вами видим что у меня ничего не сползает а мы можем покачать головой мы можем с вами потрясти головой мы можем с вами потанцевать и тоже мы все с вами сегодня сделаем конечно же еще проиграем баскетбол я даже взяла сегодня мячик но вы с вами не на баскетбольной площадке что собственно хочу сказать то есть для тех людей кто очень любит очки солнцезащитные или спортивные очки кто носит очки данные наушники абсолютно не помеха вы можете видеть что они идеально сидят на вашей голове и на ваших ушах и никуда они не денутся это нужно понять будут подсматривать подсказку кто-то меня уже укусил похоже комар короче но это мы вырежем хочу сказать про данные наушники дальность данного данных наушников от допустим работающего телефона условно говоря либо другого устройства которое работает через короче от любого устройства соответственно да мы должны понимать что дальность работы данных наушников составляет 10 метров если вы оставили телефон в комнате то соответственно вы спокойно можете в них идти в ванну в туалет на кухню на балкон и скорее всего даже выйти на лестничную клетку и вы будете идеально слышать музыку которая у вас играет хочу сказать самое важное в данных наушниках есть диктофон соответственно когда вам кто-то звонит у вас играет мелодия и на телефоне и наушниках идет гудок вы одним прикосновением сейчас хочу кстати показать вот здесь на правом наушничке есть кнопочка включения для того чтобы включить нужно немножко зажать кнопочку и вы увидите на телефоне допустим да о том что у вас устройство включено далее все очень просто когда у вас идет звонок у вас прекращает играться музыка автоматически и идут гудки вы просто одним касанием нажимаете и у вас включается разговор ну допустим вам звонит мама папа брат любимый ну неважно кто-то из ваших друзей не суть такова даже ваше начальство может звонить вы можете спокойно ехать заниматься спортом и разговаривать через данные наушники в чем минус данных наушников хочу кстати рассказать если вы слушайте или разговариваете по bluetooth дам то есть естественно в любом случае они ловят все звуки вокруг вас то есть это допустим проехала машина либо кто-то кричит кто-то не знаю играет кто-то поет вся все эти звуки будут слышны в телефоне если очень сильный ветер естественно слышать оппонент вас просто не будет будет плохое звучание но можно воспользоваться в данном случае капюшоном собственно у меня тоже есть сегодня толстовочка вот но сейчас я вам не могу показать так как она на моем операторе поэтому делается все самое простое если вдруг вы едете где-то идет дождь либо какой-то интершум поглощает ваше звучание ваших наушниках вы просто одеваете капюшон если он у вас есть или шапку либо ну да капюшон в основном капюшона будет достаточно но если у вас нет капюшона да вы допустим ходите там не знаковым то офисном стиле естественно вам ничего не поможет нужно просто зайти в какое-нибудь место тихое да что вы могли спокойно поговорить звучание данных наушников идеальное и что хочу сказать данные наушники поддерживают и 5x работает они до 25 часов работы то сможете себе представить 25 часов работы но вот в среднем допустим я еду на работу да я слушаю ну час допустим в одну сторону час в другую два часа в день я слушаю музыку через эти наушники два часа посчитайте сколько можно просто не заряжать данные наушники да и насколько долго они держатся держится заряд батареи так заряд аккумулятора что хочу кстати сказать заряд аккумулятора 4 часа до четырех часов он заряжается но хочу сказать что у меня заряжается где-то в районе часа от компьютера поэтому если как я уже раньше говорила вы можете воспользоваться вот этим проводком подключить его компьютеру и у вас зарядка будет но в течение часа полутора часов вы получите свой желаемый результат так что же я хочу сказать но про минус я уже озвучила до минус это конечно же самое большое это то что эти наушники ловит и весь интершум который вне 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 как бы на вне то есть это машина я уже сказала да там это допустим какие-то дети концерты все все это ловится в уши и ваш оппонент тоже может быть участником событий допустим вы идете мимо какого-то концерта либо вы находитесь на каком-то концерте вот вы звоните человеку и радостно сообщаете что я наконец-то на концерте на каком-нибудь нашествии и у него прям такие басы представляете просто он слышит и находится как будто бы рядом с вами посмотрите какая радость для человека и так что же я хочу еще сказать про эти наушники давайте начнем продолжаем плюсы конечно же самый главный плюс это сенсор сенсор на главном наушнике где находится кнопка включения вы можете видеть также есть здесь разъем для зарядки микро юсб и 3 5 миллиметров для проводов подключения компьютеру до либо к телефону также многие спрашивали какое звучание опять же через телефон возвращаться не буду звучание идеальное да если если тут собственно главное чтобы музыка была трек был качественный сам по себе так ну и какие еще плюсы опять же вот говорила что сенсорное управление плюс здесь есть возможность прокрутки музыки вперед-назад также есть кнопка блокировки чтобы допустим вы случайно не задев шапкой капюшоном не смогли переключить или не выключить данные наушники кстати это же сенсор он влияет на все то есть вы спокойно можете так ну и что хочу сказать сейчас мы с вами будем слушать музыку вот сейчас мы с вами послушаем вот юсб и попробуем через провод надеюсь что смартфон поймает все эти звуки и вы хоть что-то да услышите еще один главный плюс не знаю говорил я или нет часы у меня есть не вар китаец что хочу сказать данные часы работают от блютуса если работает блютуз включен вот на этом устройстве наушники не выбивают то есть они могут работать спокойно в паре это тоже мне очень нравится и чем собственно могут похвастаться данные наушники и так сейчас мы с вами будем слушать звучание данных наушников уже непосредственно через блютуз ну во первых с вами сейчас включаем bluetooth включаем сразу наша наши часы надеюсь сейчас все с камера сфокусирует надеюсь вы вообще меня все хорошо слышите буду говорить очень и очень громко и так на мы нажимаем кнопочку подключить устройство идет поиск оборудования и так мы уже с вами подключили устройство в r health мы сейчас еще раз зайдем проверим подключена ну или нет почему-то здесь какая-то камера увидите устройство подключена так фокусировка у нас плавает но не страшно и так мы видим что bluetooth у нас подключен сейчас мы с вами заходим включаем сами наушники так вот здесь должно появиться вот все наушники подключены как вы можете видеть так ну мы с вами послушали как звучат данные наушники на полной громкости конечно же это максимально никто на такой громкости не слушает еще один плюс и одновременно минус который я хочу вам рассказать про эти наушники это если вы любите слушать музыку погромче так же как и я но на среднем звуке то все окружающие которые едут с вами в транспорте будут слышать ваши композиции либо громкие слова оппонента который с вами в этот момент разговаривает конечно же относительно это плюс для точнее для вас это минус да точнее для окружающих это минус а для вас большой плюс потому что если кто-то к вам пристал в транспорте со своими какими-то непонятными вопросами претензиями такие люди есть вы их просто попросту не слышите вот но и никто конечно же к вам не будет подходить и не будет снимать с вас наушники там случать по плечу и требовать сделать звук потише просто потому что вы их не услышите это тоже огромный плюс так ну и что же хочу вам рассказать сейчас мы с вами протестируем каким образом заряжать данные наушники но это все вот видите в полевых условиях мы сидим на природе как обычно во время июня берется power bank и проводочек можно брать кстати любой провод но желательно использовать провод который идет в комплекте с данными наушниками но я его конечно же с собой всегда не таскаю я беру только тот провод который у меня с собой то есть это от телефона моры меня уже закоцали в общем мы вставляем в этот разъем я не знаю сейчас я постараюсь вам показать в общем сейчас уже плохо видно потому что солнце садится банально и сейчас вы увидите как должен загореться у нас должен загореться но почему-то а загорелся вот он с этой стороны должен загореться красненькая красненький огонечек это соответственно говорит о том вот вы видите на камеру сейчас очень это хорошо видно чуть-чуть поднимите пожалуйста александр это мой товарищ камеру что было видно вот вы видите маленький красненький заряд заряд пошел у этих наушников соответственно когда заряд полностью будет завершен это красненькая красненький огонечек будет белым огонечком светить а если вы допустим не успеваете зарядить свои наушники конечно не нужно ждать полного заряда вы просто вытаскиваете да и забираете их соответственно идете куда вам нужно вот что еще хочу сказать про данные наушники сейчас мы их с вами протестировать небольших полевых условиях конечно мы с вами не на баскетбольной площадке но мы с вами находимся в парке и сейчас конечно попробуем небольшой краш-тест и так мы сейчас будем делать краш-тест по прыжкам в наушниках побегу с мячом в парке ну к сожалению не на баскетбольной площадке потому что понимаете но все площадки заняты мы должны были у единицы чтобы было тихо спокойно все хорошо слышно и уже кстати хочу показать вам наушники уже на мне и вы можете видеть что для тех любителей не только делать пучочки но и ходить с распущенными волосами это идеальная посадка на голову оно не падает просто идеально ну поехали и так сейчас мы с вами проведем краш-тест в этих наушниках по прыжкам бегу и езде на велосипеде конечно же не велосипеда не беговой дорожки здесь нет но мы попробуем естественных условиях итак поехали и 1 и 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 так мы с вами провели небольшой тест-драйв с этими наушниками конечно же они спадают понятное дело да у всех разная толщина головы вообще черепа в принципе да поэтому, конечно, с моей головы при активных движениях они спадают, но когда я танцую, либо занимаюсь какой-либо гимнастикой, езжу на велосипеде, играю в баскетбол, они не спадают. Вот, будет возможность, мы вам покажем небольшое видео с баскетбольной площадки, ожидайте сегодня вечером. Сегодня вечером. И, собственно говоря, что же я хочу сказать про данные наушники. Кстати говоря, сейчас в видео цена на них, когда мы покупали, она была где-то около 14 тысяч рублей, и сейчас их можно купить за 4,5, если я не ошибаюсь. Поэтому, если кто-то хотел, присматривал себе эти наушники, то я вам их советую к покупке. Вы будете ими полностью удовлетворены во всех планах, потому что это действительно достойные наушники, они абсолютно не ощущаются на ваших ушах, они очень легкие, они удобные. Посмотрите, их можно одевать не только вот так. Сейчас я попрошу оператора чуть-чуть поднять камеру, чтобы было видно. Не только вот так их можно одевать. Когда, допустим, со мной кто-то разговаривает, я надеюсь, вы меня сейчас слышите, я их надеваю вот так и вполне себя уютно чувствую. То есть они очень гибкие. И посмотрите, вот эти ушки, они двигаются, я вам уже о них рассказывала. В плане удобства они просто идеальные на самом деле. Если вы присматриваете удобные для себя наушники, комфортные для жизни, чтобы у вас не болела голова от пластмассовых ободов на других наушниках, как, например, JBL и прочие марки, то этот вариант вам идеально подойдет. Мы с вами послушали звучание в этих наушниках, мы с вами протестировали их, в принципе, во всех планах. И что я хочу сказать? Конечно, если по пятибалльной шкале, это 5 из 5 баллов. Марка просто, ну, на высоте. Конечно, все зависит от того, что вы от них сами хотите услышать. То есть, понятное дело, что это вам не колонки, да, это не целая, скажем так, акустическая система. Поэтому для своего функционала UJ's Wireless просто идеальный вариант. Поэтому, если у кого-то до сих пор остались какие-либо вопросы, либо вы хотите что-то в них еще проверить, не знаю, там, прыжки, танцы, пожалуйста, пишите в комментариях, будем делать видео и будем с вами делать краш-тесты. Ну, не знаю, на какой территории, где. Вот сейчас мы находимся с моим оператором в парке. И замечательная погода, ничего нам, в принципе, не мешает снимать видео. Поэтому, если какие-то у вас вопросы будут по данным наушникам, пишите. И хочу сразу предостеречь некоторых пользователей YouTube и не только людей, которые просто пришли написать какие-то гадкие комментарии. Вы учитывайте, что YouTube данные комментарии отсеивает. Я просто их вижу, а потом я даже не могу на них никак ответить, потому что они сразу уходят либо в спам, либо удаляются. Вот. И что же вам хочу пожелать, всем, дорогие мои, отличного вам предпровождения лета 2020 года. Побольше отдыхайте на природе. И, конечно же, здоровья вам всем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok